Мы вправе требовать возврата денег или замены вещи при покупке любого некачественного товара. Это знают все. Основной закон, рекомендирующий возврат товаров – закон о защите прав потребителей. В нем говорится, что любой человек имеет право на возврат товара ненадлежащего качества в магазин. И нам быстро вернут деньги, например, за поцарапанную мебель, просоченные продукты или предложат обмен на аналогичные вещи. Но есть категории товаров, которые требуют объективной проверки и существенных доказательств того, что вещь повреждена не по вине покупателя. Это технически сложные товары – компьютеры, фотоаппараты, автомобили и многое другое. И в этом случае многие покупатели сталкиваются со сложностями. Что такое срок гарантии? Можно ли сдать товар по истечению срока гарантии? В каких случаях я могу обратиться в суд для защиты своих прав? Имею ли я право сдать товар с недостатками по истечению срока гарантии? Сегодня мы разъясним вам все о гарантийных сроках, правилах возврата технически сложных товаров. А также расскажем, что делать, если эти сроки давно прошли. Для начала разберемся с понятиями недостаток в товаре и гарантийный срок. Недостаток в товаре, работе, услуге – это несоответствие товара или требования, которые установлены законом, или требования, которые установлены договором. Если не установлены договором эти требования, тогда не соответствует тем целям, ради которых обычно такой товар используется. Существенный недостаток – это неустранимый недостаток, или недостаток, для устранения которого требуются несоразмерные расходы или затраты времени, или недостаток, который проявляется неоднократно вновь после его устранения. Гарантийный срок – это период времени, в течение которого продавец должен удовлетворить одно из предъявляемых к нему требований. Он это должен сделать, если не докажет, что недостаток возник по вине потребителя. Если гарантийный срок не установлен, тогда потребитель вправе продавить такие требования в течение двух лет. Если это недвижимость, тогда в течение пяти лет. На что имеет право потребитель, если обнаружил в купленном товаре недостаток в течение гарантийного срока? Если возникает недостаток в обычном товаре, то потребитель вправе потребовать от продавца либо замены товара на аналогичный товар, либо замены товара на аналогичный товар другой марки, модели артикула, либо потребовать безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения покупной цены, или может отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата, уплаченные за товар денежные суммы. Что нужно делать, если обнаружили недостатки в купленном товаре? Прежде всего, нужно будет обратиться к продавцу в письменной форме. Если продавец не исполняет это требование, тогда обратиться с письменной претензией. Как правильно составить претензию? Форма свободная. Написать на имя, где вы купили этот товар, ваши фамилии, имя, контактные данные. Указать вкратце, что вы приобрели, по какой цене, что было обнаружено в товаре, ну и ваши требования. Если претензию продавец не удовлетворяет, тогда надо обратиться в суд. Если цена иска, ваши требования до 50, вернее до 100 тысяч рублей, тогда обращаемся в мировой суд. Если свыше 100 тысяч рублей, тогда обращаемся уже в Саровский городской суд. Потребитель освобождается от уплаты государственной пошлини при подаче заявления. И он вправе обратиться как по своему месту жительства, так и по месту жительства или нахождения продавца. Ну, если он купил товар не в нашем городе, а, скажем, за пределами этого города. В какие сроки продавец должен устранить недостатки? В законе говорится, что недостаток должен быть устранен незамедлительно, то есть в минимальный короткий промежуток времени, в разумный, то есть срок. Можно заключить письменные соглашения по устранению недостатка. В любом случае, как закон говорит, срок устранения недостатков не должен превышать 45 дней. Если потребитель выбрал требование произвести замену товара, то товар должен быть заменен в течение 7 дней с момента проведения такого требования. Если продавцу необходимо провести дополнительную проверку, если он считает, что есть сомнение, что недостаток возник не по вине продавца, не по вине изготовителя, а по вине потребителя, тогда он имеет право провести дополнительную проверку. В этом случае срок продляется до 20 дней. Если аналогичного товара для замены у продавца нет, тогда месяц дается продавцу, чтобы выполнить данное требование. Если потребитель захотелось размерно уменьшить покупную цену, то тогда 10 дней с момента проделения требования. Если потребитель захотел отказаться от договора, то тоже 10 дней. И закон предусматривает ответственность для продавца, если требования потребителя не будут удовлетворены в срок. 1% от цены товара за каждый день просрочки. И это не освобождает продавца от удовлетворения основных требований потребителя. Как быть, если недостатки в товаре обнаружили после того, как гарантия закончилась? Важно знать, что потребитель вправе обратиться и по истечении гарантийного срока, но в течение двух лет. Но только разница состоит в том, что здесь уже потребитель должен будет доказать, что недостатки в товаре возникли до момента передачи его потребителя. То есть этот недостаток носит производственный характер. Ну, как это делается? Это нужно просто обратиться будет в экспертную организацию. Если сам продавец не хочет никак участвовать в решении этого вопроса и представить продавцу экспертное заключение. Что делать, если нет отметки о сроке гарантии, а в товаре обнаружены недостатки? Если срок службы не установлен на товар, тогда по истечении двух лет до истечения десяти лет с момента приобретения товара можно обратиться к продавцу или к изготовителю, если в товаре обнаружены существенные недостатки. Если срок службы, скажем, составляет десять лет, а товар у вас уже находится более десяти лет, то при обнаружении недостатка, ну, уже нет никаких шансов потребовать от продавца устранение недостатка, либо замены. Вам скажут, что срок службы уже закончился. Это уже все за вас в счет. Имеет ли право потребитель подать иск в суд на возмещение морального вреда? Закон о защите прав потребителей – это единственный закон, который позволяет в случае нарушения имущественных прав потребовать еще и компенсации морального вреда. То есть, если дело дойдет до суда, то в любом случае, если выявится, что был недостаток в товаре, то моральный вред все равно будет взыскан. Там сколько суммы морального вреда, зависит, конечно, от степени нравственных страданий потребителя, но в любом случае моральный вред будет взыскан. И помимо этого, если продавец добровольный вопрос спорный с потребителем не решил, то суд еще автоматически должен взыскать 50% штрафа в пользу потребителя. Даже если потребитель не знал о том, что надо потребовать штрафа, суд обязан это сделать. Взыскать еще с продавца 50% штрафа от суммы удовлетворенных требований. Если потребитель обращается в общественную организацию по защите прав потребителя, там, соответственно, потребитель ничего не платит, тогда 50% идет потребителя, 50% идет в эту общественную организацию. А если он самостоятельно обращается с сыском, то тогда все в его пользу. Чтобы избежать неприятных ситуаций с претензиями и судами, покупайте технически сложные товары таким образом, чтобы в течение 15 дней вы смогли проверить его работоспособность и в случае выявления в товаре недостатков успеть предъявить продавцу требования об отмене товара или о возврате денег. Напоминаем, права потребителей в России защищены Законом РФ от 7 февраля 1992 года о защите прав потребителей. Редактор субтитров А.Семкин